Мастер-группа это наша основная деятельность. Я хочу дать вам варианты, я хочу дать вам много технологий, которые вы сами будете использовать. Как использовать? Будете смотреть уже с заказчиками, потому что заказчики на самом деле, это не только какая-то тетенька, которая к нам приходит, это может быть мы сами. Заказчики это наши дети, заказчики это наша семья, заказчики это все, для кого мы что-то делаем. Для того, чтобы у нас никакая заказчица не вела нас в ступор, если вы имеете двухфонтурную машинку, вам надо знать все возможности вязания на этой машине. Этим мы занимаемся в мастер-группе. Интенсивный курс машинного вязания на двухфонтурах. Почему он интенсивный? Потому что мы стараемся за три курса узнать все возможности вязания машины, причем без использования всевозможных приспособлений, которые не даются для каждой машинки. То, что я говорила, уверен с опытом, и если мастер знает много-много способов, он никогда не будет бояться, он никогда не будет в ступоре от заказа или от невыполнимости своей идеи. Учим мы на примере образцов. Как учим, я вам сейчас показала маленький кусочек практически урока мастер-группы, где рассказываю, как вязать вот такие вот формы. Вы уже сами применяете их на своих изделиях без каких-то проблем, потому что отвязали урок, показали мне, что у вас все получилось, и мы с вами можем вязать все, что хотим. Итак, первый урок, естественно, это начало. Мы занимаемся обучением с нуля. Не забывайте, пожалуйста, мы не готовых мастеров приглашаем для корректировки, мы приглашаем нулевиков, которые не знают, как работать со своей машинкой. И, естественно, для кого этот курс подходит. Для тех, кто вообще не понимает, как вязать на двух фонтурах, кто что-то попробовал, у него не получилось, но при этом он хоть как-то, хоть что-то понимает на одной фонтуре. Учиться одновременно и на первой, и на второй очень сложно. Двухфонтурная машина – это не то же самое, что две однофонтурных. Это совершенно другой зверь, еще раз говорю. Вы вообще не видите, что вы вяжете и что у вас получается. Для этого нужна уверенность, хоть немножко уверенное пользование на одной фонтуре. Не то, что с закрытыми глазами, но спокойно относитесь к оттяжкам, к натяжению, к тому, что полотно. Вы понимаете, как оно вяжет. К звукам машины – это очень важно. Вы привыкаете к своей машинке и уже слышите тот звук, который дает машина, когда она вяжет нормально. Вот это вот шуршание, либо грохотание, у кого что, но оно традиционное, нормальное. Либо звук удара, либо звук какой-то посторонний, который говорит о том, что в машине что-то пошло не так. То есть, когда вы ориентируетесь к своей машинке, вы уже можете точно так же ориентироваться на второй фонтуре. Иначе вы просто не поймете, чем одно отличается от другого. Это очень важно. У меня девочки приходили на одновременно и говорили, да, я поспешила, поэтому откладываю вторую фонтуру, буду изучать там через месяц, через два, когда свою первую. И, в общем-то, все на этом успокаивались, все шло дальше хорошо и без проблем. Отличаются эти машинки, еще раз повторю, всем. Плечо разное, нити подающие, оттяжка разная, пряжа разная используют, плотность совершенно другая. То есть, все по-другому, все наши знания и понимание, как это делать, здесь не работают. Мы не используем никакие дополнительные приспособления, которых надо дополнительно покупать, которых нет у вас, но есть у кого-то. То есть, вот чего есть на вашей машинке, тем и вяжем, потому что мы используем ручное вязание. Мы пользуемся только кареткой, которая у нас есть, и игольным рядом, который у нас есть. Если у вас есть какие-то дополнительные приспособления, вы без проблем с ними справитесь самостоятельно. Кручная работа – это, собственно, то, что я вам показала. Набрали, провязали, закрыли, пересадили, все ручками. Еще раз, если вы какой-то предмет приобретаете, вам без труда удастся с ним подружиться, потому что приемы работы вручной вам будут знакомы. Первый урок – три варианта заработка я вам показала, еще два у нас будут, и 14 вариантов резинок. Резинки, вот эти заработки, которых я вам сейчас показывала, три, еще два. И резинки, опять же, простая, после того, как мы заработок прошли, жемчужная, полужемчужная, патентная, жемчужная, полупатентная, рыбацкая, их по-разному называют, там много названий, какой хотите. 1х1, 2х2, 2х2 плюс 2х1 – это промышленная резинка, и резинки нестандартные. В общем, 14 вариантов резинок нам для отработки – это первый урок. Второй урок мы с вами вяжем юбку, вот ту юбку, которую я вам показывала, из трех видов резинок, из трех видов расчетов, из трех видов полотен. Все три полотна в итоге должны иметь соединение, иметь один размер, длину. Это расчет, это все-таки три образца и три вида варианта. Опять же, каждый вариант отрабатывается и соединяется в единое полотно. Если просто провязать резинку, это скучно и не украшает. Ну, как такое изделие за счет вертикали и за счет того, что оно имеет разную плотность, оно вытягивает силуэт и не что приятно. Вот, например, на мою фигуру оно не обтекает, как обычная резинка. Обычная резинка обтянула бы до безобразия и выглядела бы это, ну, гротескно, прям скажу. Я понимаю свою фигуру и понимаю, что это смотрелось бы несколько нелепо. В таком варианте она не обтягивает жестко за счет именно подбора той резинки, которая подходит для юбки. Опять же, за счет вертикали вытягивает и окажусь прям вот, прям стройная-стройная. Я думаю, что такая проблема очень многих задевает, и поэтому девчонки, которые у меня эту юбку вязали, остались довольны, им нравится. Три варианта манишек. Они нужны для того, чтобы нам отработать пересадки. То есть мы уже умеем вязать резинки, а пересаживать, делать стяжки, вот то, что я на шапках вам показывала, когда мы срезаем полотно, делаем стяжку, насаживаем обратно так, чтобы не повредить петли, и так, чтобы тот узор, который мы задумали, у нас в итоге получился. Мы отрабатываем на манишках. Резинка 3х3 у нас превращается в 1х1, 4х4 в 2х2, и резинка 1х1, использование разных переплетений, в итоге получаем манишку вот такую хитрой форму. То есть отработка именно пересадок, переносов петель. И четвертый урок – это шапка, которую я тоже вам показывала, для того, чтобы мы с вами отработали интересное достаточно соединение. То есть вязание косы и соединение вот такого вязания уголком, вязание уголком, тоже нужно иметь навык, потому что предлагаю вам свою интерпретацию подобного вязания. То есть она достаточно проста, раз мы ее выносим на первый курс. То есть на первый курс мы с вами не вынесем какие-то непосильные нам задачи. То есть наша задача – освоить вторую фонтуру для такого более-менее простого использования. Но свяжем вот такой вот финт, вот такую вот очень интересную резиночку. И бонусом у нас с вами… Бонус. Что такое бонус? Бонус дается тем, кто отработал все четыре урока. Это значит, что читался, и домашние задания были приняты. Домашние задания в виде фото. Все ровно, аккуратно. Вы получаете бонус. Убавки и прибавки на резинках. Убавки бывают рабочие, убавки бывают фактурные, отделочные. Применяются на регланах, применяются на разных видах полотен. Тоже очень интересно. Для того, чтобы вязать изделия без остановки, без проблем, их нужно знать. Отрабатываем. Ну, сейчас убрали из курса бонусом. Прибавления и убавления опять же отличаются тем, что мы ничего не видим. Фонтурные они бывают жесткие, бывают плавненькие. Второй курс изучения второй фонтуры у нас немножко усложняется, и мы посвящаем его больше круговому вязанию. Опять же, круговое вязание имеет свои нюансы. Натяжение, переход между петлями. Но вязать просто по кругу было бы скучно. Опять же, мы не опускаемся до таких вот элементарных простецких вещей. Мы вяжем вещи со смыслом. Первым уроком у нас идет рукавица без швов круговым вязанием полосочками. Если вы представляете, что такое полоски, как мы его вяжем на одной фонтуре, связали-связали-связали полоски, сложили-сшили. Все отлично, все пошло по кругу. В втором вязании, в том месте, где мы вводим с вами отделочную нить, получается ступенька. То есть здесь нюанс в том, чтобы убрать ступеньки при вязании. И опять же нюанс в том, что когда мы с вами вяжем разными пряжами, то у нас все происходит с лицевой стороны. То есть переход нити и протяжки никуда не денутся. То есть либо резать нить, либо использовать вязанку. Урок рассматривает именно эти нюансы. Как прятать пряжу, избегать ступенек и как делать так, чтобы у вас по кругу шло ваше вязание. Делаем это на рукавичке. Дну рукавицы в натуральный размер. Для контроля попадания в размер вязать обязательно. Второй урок бесшовной колготки. Косой по боку. Если вы представляете, что такое круговое вязание, вы понимаете, что сбоку, между игольницами, вы косу не сделаете никогда. Это нереально невозможно. Коса у вас пойдет по переду, в передней части ноги. Так ее многие делают. Это некрасиво. На мой взгляд, это некрасиво. Коса должна идти на месте косы сбоку. Поэтому мы вяжем колготки с косой сбоку. Круговым вязанием, без швов. Нюансы в том, что мы делаем убавки, как обычно. Косу вяжем, выполняем дорожку, выполняем носочек. Все мы выполняем. То есть полноценные, обычные, стандартные колготки круговым вязанием, но с необычной отделкой. Коса у нас идет не на том месте, где удобно. Она идет сбоку. Мне этот урок очень нравится. Девчонки вяжут. Получается у всех. Третий и четвертый урок очень мне нравится. Очень нравится. Гофры плиссе. Гофры плиссе долевое. Это разбор игл. Разбор игл бывает совершенно разный и получается совершенно разный эффект. Гофры плиссе, в принципе, одно и то же. Отличаются они только разбором. Под уголком идет вязание, либо как гофрированная труба. То есть, либо так, либо так. Вяжется из тоненькой-тоненькой пряжи и имеет вот такой вот залом, который разгладить можно, но не для этого мы его вязали. Просто гоните каретку, разбор игл и получаете такое полотно. Девчонки вяжут. Обычно, конечно, для детей. Если есть дети, это самые лучшие модели для таких вот изделий. Отработка урока. Разные виды разборов для разного эффекта. И четвертый урок. Гофры плиссы поперечные. По аналогии с долевым этот урок более обширный, потому что тут нужно и рапорт создать, и разбор игл особый, и симметрично-симметричный, и ровно расклешенный, и чем еще хорошо. Оно двухцветное и имеет расклешение. То есть, если долевые, они ровные по всему, по всей длине, то поперечное вязание имеет расклешение. Наверху они уже, чем снизу. И плюс к этому имеет разный цвет. Вы когда идете, распахиваются складки, и вот этот цвет внутри проявляется. Очень такой интересный эффект. Юбка крайне тяжелая, массивная получается, но очень эффектная. Практически промышленная, потому что очень плотная. И бонусом за прохождение двух курсов с отчетами шапка-бриошь. Бриошь – это специальное особое вязание, когда у нас идут вертикальные дорожки цвета. Если вы думаете, что это всего лишь смена цвета перловиткой, то ошибаетесь. Вот такой образец мне прислали, типа бриошь. И что же, что не получилось? А потому что бриошь имеет хитрость. И ее мы мне показываем в этом уроке. Видите, четкие дорожки без вкраплений. Попробуйте, если думаете, что все само собой. У вас будут вот здесь вот такие вот галочки. Вкрапления второго цвета. В бриоши их быть не должно. Третий курс маршинного вязания на двух фонтурах. Он усложняется за счет того, что мы с вами проходим отдел. Те самые узоры, которые можно вязать на двух фонтурах без использования всевозможных приспособ. Ручками лицо-изнанка дает необыкновенный эффект. Несколько парочек узоров я вам показала уже на шапках. Здесь мы усложняем и можем вязать очень интересные изделия, очень интересные узоры. Отработка именно узоров в ручном варианте. Необходимы навыки контроля, навыки пересадки петель, смены нити, оттяжки и контроль вот именно самих, самого полотна. Потому что еще раз, если что-то пошло не так, мы узнаем об этом не скоро, когда все снимем. Узоров масса. Узоры всякие красивые, симпатичные, и разнообразные, объемные, плоские, с пересадками, с переводами, с переносами. В общем, их много. Справление ошибок соединения деталей, горизонтальное и поперечное. Очень интересный эффект, потому что здесь нет шва. То есть мы вывязываем одно полотно из другого. Очень мне этот прием нравится. Например, можно использовать на каких-то сложных конструкциях, когда лицо-изнанка должны быть одинаковыми. То есть за счет того, что идет полный эластик, лицо-изнанка абсолютно одинаково. Что с одной стороны, что с другой, точно такой же вид у полотна. Второй урок – частичное вязание. Частичное вязание на двух фантурах – совсем тяжкая история, особенно без навыков, потому что частичка – это значит, что часть игл стоит в переднем положении и не вяжет. Вяжет только часть. Но та часть, которая вяжет, полотно провязывает, оно опускается, опускаться ему некуда, потому что там гребенка. Оно подвисает на иглах и идет вперед. Вперед полотно поднялось, каретка застопорилась. Все, на этом вязание закончилось. То есть нюансов тут масса. И частичку можно использовать в выточке, вот те же самые выточки. Горловину можно вязать в частичном вязании, окаты можно в частичном вязании, да все что угодно. То есть частичное вязание как на одной фантуре, так и на двух применяется в тех же самых обстоятельствах, скажем так, только вывязывается абсолютно по-другому. Непонятно, как обвивать, особенно при узорах со сдвигом гольницы. Сдвиг гольницы дается для того, чтобы у нас полотно получалось такое зигзагообразное, ломанное. Хораны всевозможные, вот эти все зигзаги, это все сдвиг игольниц. И если вы вяжете частичное вязание, что же делать? Все иглы стоят чистоколом, сдвинуть их невозможно. Мы сдвигаем. Сдвигаем все. Одна из отработок частичное вязание со сдвигом игольницы. Вот видите, горловина частичкой и два вида частичного вязания на полном ластике. Немножко по-разному выполняем. Третий урок. Берет-шахматка, который вы видели. Тот самый медузка, когда ее за макушку держишь. Очень интересный эффект. Вы видели этот беретик, он неоднороден, то есть он одинаков до определенного момента, а дальше у нас пересадка, петель-убавка, точечку в макушке. То есть это навыки, которые у нас уже и были. Поэтому вязать такой берет без умения пересадки и петель, выполнять переносы полотна, не то что не получится, но можно напортачить так, что вместо аккуратного беретика вы получите растянутые петли, которые вы не будете знать, как исправлять. Все-таки мы в процессе вязания учимся еще и ошибки исправлять. Это на первом курсе же. То есть если у вас убежала петля, если у вас какие-то проблемы произошли, мы учимся исправлять это прямо на машине. По аналогии с однофонтурным вязанием. Только здесь это дело сложнее, потому что у нас опять же ничего не видно. Таким образом вот этот берет может связать только тот, кто умеет, во-первых, разбор игл выполнять, то есть понимает, как узоры вяжутся, оттяжкой владеет и умеет пересаживать петли. Еще такой нюанс при пересадке петель. Если вы думаете, что просто сняли-пересадили, если вы просто сняли и сделали стяжку, не забывайте, что у нас внизу висит тяжная гребенка, которая держит все это мертво. Просто вам надо гребенку снять. Сняли гребенку, пересадили петли. Но без гребенки, без вот этих гирь машины вязать у вас тоже не будет. Ей нужна именно та оттяжка. Поэтому помимо пересадок мы еще учимся с вами работать с гребенкой. Это очень важный момент. Не научитесь сделать пересадку, перенос гребенки, вы не будете вязать на двухугольницах. Берет у тех, кто у меня проходит третий курс, уже не вызывает никаких сложностей, потому что все знания для него необходимы и у вас уже будут к этому времени. Сужение с узора, попадание в размер обязательно, соединение с резинкой. Ну, все как обычно. И заканчиваем мы третий курс мужским джемпером. У меня его для девочек вязали, для мальчиков, и на совсем маленьких, и на взрослых. Достаточно симпатичная модель, потому что, опять же, мы не делаем простую модель. Здесь моделирование мы усложняем, потому что мне скучно вязать простые вещи, и я и вам предлагаю не просто что-нибудь связать, а вот такой небольшой квест пройти. Вязальный квест вязания вот такого изделия. Я не рассчитываю на то, что вы мастер по построению выкройки, по вязанию, поэтому, естественно, моделирование такое, с которым справится и начинающая вязальщица. То есть здесь нет никаких суперсложных силуэтов, но он достаточно непрост, прямо скажем. Очень интересен здесь ворот. Если сделать простую горловинку, круглую, это скучно. Очень хочется применить что-нибудь розеток, и чего еще никто не делал. Вот такая горловина, она вяжется, кстати, единым полотном. Здесь нет швов. Тоже очень интересный прием. Это квадратная мужская горловина, она идет по прямоугольнику. Квадрат, не квадрат, конечно, при прямой линии. Она четко вписывается в те прямые линии, которые мы получаем при моделировании, и закрывает нам горловину. И отлично держит. Вы видите, что здесь идут вот такие вот углы, которые не делают декольте, слезающие с плеч. Если сделать простую резинку, у вас мальчик ваш будет постоянно поправлять на плечах изделие. Это не нужно. Ну и смена цветов, само собой. То есть вот эта стыковка, сшивание, соединение разноплановых полотен, потому что каждое полотно требует своего подхода. Далевое, поперечное все мы применяем в этом изделии. То есть здесь микс-микс так. Контраст цветов, контраст фактур. И все вот эти вот тонкости мы с вами к этому изделию уже досконально знаем. Поэтому подобное изделие не вызывает никаких сложностей у тех, кто у меня учится. Видите, вот они, эти горловины необыкновенные, смена цветов, сшивание, соединение, все получают. Не обязательно применять именно вот этот узор. Вы можете применять тот узор, который вам кажется для вашего мужчины наиболее подходящим для этого изделия. Не такой узор, так косички. Не косички, так что-то другое. Но основные приемы отработаны 100% на этом изделии. Стоимость трехмесячного курса 12 тысяч можно оплачивать по курсово. При оплате до 14 сентября, когда у нас начинается вводный курс, скидка 30%. То есть вы можете за весь курс заплатить сейчас 8400 рублей вместо 12. И пройти все три курса. Тренируемся на себе, мужчина все-все-все. Полная информация о курсах под этим видео YouTube и на сайте Изба Вязальня. Присоединяйтесь, приходите на наши курсы, заходите на наш YouTube-канал и не забывайте по вторникам про вязальные посиделки. Всегда вам рады. Если есть какие-то вопросы, вы знаете нашу почту. Заходите, пишите, обращайтесь, если есть какие-то вопросы.